Добрый день. Скажите, а вы здесь вчера работали? Я здесь вчера работала. А это у вас здесь мальчику у двери стало плохо? Нет. Мальчику стало плохо где-то во дворе. А что вы все ко мне в пути никак не понимали? А кто все? Я не знаю. Я не знаю, вчера приходили какие-то женщины. Я всем объясняю. Никого мальчика у меня в магазине не было. И к вам не заходил ребенок и не просил конфеты для мальчика? Заходил какой-то мальчик, сказал, что там кому-то плохо и нужна конфета. Вернее, жвачка. Но этого мальчика я не знаю. А тот, кому могло быть плохо, я точно знала. А что вы хотели? Просто поинтересоваться, как вообще такое могло случиться? Очень просто. Магазинов много, детей много, воруют часто, забегают кто угодно. Но мальчик же не пытался ничего стянуть. Объясните мне, пожалуйста, какие-то у меня претензии. Кто-то убегает и говорит продавцу. Там кому-то плохо дают. Действительно человек умирает и ребенок ищет помощи. Знаете, сколько здесь умирает людей? Сколько? Человек по 15. Здесь умирает? Да. Потому что там кому-то не хватает, извините, закусить. И я не уверена, что дети бегают сюда. Именно для кого-то. Вы понимаете, что это магазин. То есть он вам о сахарном диабете не сказал ничего? Проверите. Подождите, какие претензии к продавцу? Не претензии, я хочу понять, что произошло. Вы сегодня уже тоже вторая или третья. Какие претензии ко мне? Когда у меня тут человеку плохо, я нахожу таблетки, лекарства, вызываю скорую, даю водичку. Но когда где-то кому-то плохо, я за это не отвечаю. И, пожалуйста, не ходите ко мне, потому что я уже устала. У меня очень много работы, чтобы я знала, кому там плохо. У меня здесь, если плохо, я помогаю. А там это для меня беспонятно. Это, видите, даже умному человеку непонятно. Ну, как бы мама мальчика говорит, что у двери мальчику стало плохо, а не где-то там. Вы знаете, мама мальчика, которая приехала вчера на велосипеде, она мне могла сказать все, что угодно. У меня когда плохо, у меня даже пенсионеры на стульях сидят. Подолго. А вот эти ваши цирки я не понимаю. А мама пусть дает своему ребенку деньги и конфеты. Я ей вчера это объяснила. Аня на велосипеде, типа, не приезжает и рассказывает, что он делал с ее ребенком. Я за своим ребенком осмотрела. Смотрела. Это логично. Почему ребенок в самом деле бедный? Любую ситуацию предусмотреть нельзя. Подождите. Вы можете сказать, что вы в любой ситуации застрахованы и перестрахованы со своим ребенком. Вы взрослый человек. Работает кто-то в магазине. Кто-то прибегает и что-то говорит. Какая должна быть реакция? Если я буду реагировать, помочь всем, я могу не ходить на работу. Вы предлагаете мне закрыть магазин и пойти что-то там выяснять. Не, ну это нормально вообще? Я вам никуда идти не предлагаю. Просто человек... Объясните, зачем вы все ко мне ходите? Что я кому-то должна обязать? Ребенок 9-летний мог действительно умереть. Так а мне какие претензии? Вы не попытались даже выяснить, что происходит. А я должна была пытаться? Вообще-то статья есть за неоказание помощи, за оставление в опасности. Подождите, я нахожусь в магазине.